Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Бастовавшим и рабочим Уральского компрессорного завода выплатили все долги по зарплате. Турецкий гемонт вновь бастует. В Екатеринбурге полностью погашена задолженность перед работниками Уральского компрессорного завода. Об этом информационному агентству накануне.ру сообщили в прокуратуре Свердловской области. Как выяснили в надзорном ведомстве, задолженность перед работниками образовалась за апрель-май 2022 года. Директор завода был заслушан в прокуратуре, где от него потребовали устранить нарушение закона, а также возбудили дело по части 6 ст. 5.27 КОАП РФ «Невыплата заработной платы». В интересах рабочих были поданы заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. В результате принятых мер с 16 по 27 июня произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн. рублей. В настоящее время задолженность перед работниками завода полностью погашена, добавили в надзорном ведомстве. «Красное радиофонда рабочей академии поздравляет работников Уральского компрессорного завода с победой. Это результат ваших организованных коллективных действий. Ваша забастовка, точнее приостановка работы, настолько напугала тех, кто, судя по всему, пытается обанкротить важный стратегический завод, что они были вынуждены как-то выправлять ситуацию. Именно ваша борьба привлекла внимание прокуратуры и заставили губернатора что-то делать. Но по-настоящему защитить интересы рабочих завода, их семей, интересы всей России можете только вы сами, только рабочие. Расслабляться пока рано. Надо сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации. Первонаперво необходимо немедленно орабочить свой профсоюз. Возглавлять его должны те, кто участвовал в этой борьбе, кто не побоялся приостановить работу. Также надо создать постоянно действующий забастовочный комитет завода. Ваше оружие – забастовка. Должно быть готово всегда. Чтобы не попадаться на обман, вся коллективная борьба должна быть нацелена на заключение прогрессивного коллективного договора. Составить такой договор на основании уже имеющихся несложно. Важно сделать это быстро. Ознакомить коллектив с важнейшими положениями этого проекта и выставить его как общее требование к руководству. И подкрепить требования угрозой забастовки. А если хозяева заортачатся, немедленно перейти к забастовке. Красная радиофонда рабочей академии готова оказать любую методическую помощь, выслать материалы о законной забастовочной борьбе, помочь с составлением коллективного договора. Рабочие УКЗ. Ваши действия – это уже пример успешной борьбы за свои интересы. А ваши интересы – это интересы и всей России. Помните об этом. В Нижнекамске, Татарстан, сотрудники турецкой компании «Гимонт» вновь вышли на забастовку. Они заявляют о задержке зарплаты на три месяца, сообщает НТР24. В марте этого года работники уже выходили на забастовку с требованием индексации зарплаты в соответствии с подскочившим курсом доллара. В начале июня более 30 татарских предпринимателей написали коллективную жалобу президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Компании-поставщики, в том числе из набережных Челнов, сообщали, что «Гимонт» не платит им, хотя получает деньги от своего заказчика Нижнекамскнефтехим. После этого стало известно, что турецкую компанию отстранили от строительства завода в Нижнекамске. Известно, что на фоне уголовного дела по невыплате налогов в компании сменилось руководство и весь административно-управленческий персонал. Сама компания планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Ситуацию прокомментировали в ПАО Нижнекамскнефтехим, принадлежит Сибуру. Там готовы урегулировать конфликт, отправив рабочих в Турцию за свой счет. Три месяца задержки зарплаты – это много. Даже закон требует компенсации при задержке более 15 дней. Понятно, что рабочие из Турции защищены хуже, но, товарищи рабочие, за свои кровные надо биться. Посмотрите, что получается. Невыплата заработной платы – первый звонок, что контора собирается обанкротиться, никому не заплатив. Если рабочие не дадут себя обмануть, сразу начнут законную борьбу, то у собственников не будет времени на свои махинации. Предприятия, стройка, завод будут спасены. Мы призываем начинать организовываться и бороться за свое, не дожидаясь первых звоночков. Но раз вы уже видите, что вас пытаются обмануть, не заплатив, тут тянуть нельзя. Не поддавайтесь на стоны буржуазии, что ей худо. Буржуазия стонать-то стонет, но пальцем о палец не ударит, чтобы вам помочь. Рабочий класс своей непримиримой и своевременной борьбой за свою зарплату борется одновременно за интересы всей страны и интересы всех трудящихся. С вами был Денис Мозговой с коммунистическим приветом из города Ленинград. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok